Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, за борьбу с коррупцией, за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время меньше, судя в том числе и по опросам общественного мнения, ну и для других стран. Это актуально, и мы это делаем, и люди в стране это видят. И мы это делаем. И люди в стране это видят. И я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене, в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа на Украину, мы тоже хорошо знаем. Поэтому борьба с коррупцией – да, использования этого инструмента в узкокорыстных политических целях нет, и все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходят за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством. Продолжение следует...